смотрите девять с утра местного а стоянка уже пустая же никого нет только вот за мной который пару машинок заехали вот они еще стоят и все а так уже все 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 разбежались что как существует наше железо за первую тысячу километров как раз тысяча сейчас еще 8 что ли ну вроде как пока все на месте и даже этот ремень что на месте я вот жду когда он лопнет шучу ну что все вроде как хорошо пока это наша дырочка которая надо заклеить вот она вот видите тут надо положить такую ладку той стороны и потом ее обвести таможенной ленты ладно хорошо пойдем посмотрим что представляет здесь местный душ даже интересно потому что я этой стоянки раньше здесь не припомню видно что новая пойдем заценим ну да все так видно что новая довольно отследимно один кабинет получается хорошо надо хотеть так в общем-то весьма достойно душу общейся кордозы так в общем то весьма достойно душу общейся кордозы водичка краником меняется обычно бывает там где-нибудь чуть подвинешь она там то кипяток льют то холодную все новая стоянка да она не асфальт ну и так чтобы совсем уже прям такой пыли нету коричкой присыпанная в общем-то насчет кухни не знаю не ходил не могу ничего сказать по поводу кухни как тут и что ну как альтернатива если например тут позднее время едете ты гостиница есть я смотрю тут и маленькие моряки стояли сауна в общем как альтернатива если на каких-то таких и местах вот не стал с дорожной сеть можно заезжать так чего у нас 9 полдесятого вообще обещался 9 приехать уже звонили эти сервиса где где машина где сейчас буду сейчас покуриться там не выехать сплошной поток от слова совсем и видите что делается где дырочку найти чтобы выехать вообще куда вы все едете алё вроде номера как бы и местные 159 пермские это точно моряки да вот скамеечка пропустила тонарчик ими рация выключена да здесь можно было конечно и по-другому выехать но тонарчик у тет пропустил давай удачи дружище ну шину так вообще не вынырнуть все полетели мы потом уже ребятки нас заждались обижаться будут тихо 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 под колеса только не беги короче непруха нам какая-то с этими автономками с этой вернее не знаю кто чего кому наговорил вот мне тут сказал что они вообще еще пока официально не работают только сентября будут работать ему сказали приехать починить сухой фен говорит я в твой фен говорит даже не полезу и и кто-то другой ремонтировал нашу автономку дал его напрямую контактный телефон сказали что но он сейчас этого человека нет приехать он не может в общем по итогу никто ничего нам не сделал едем так на обратном пути заезжайте не знаю будем смотреть может быть где-то еще что-то что-то мне подсказывает что ну так вот катаясь 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 по итогу заедем купим у официалов новую автономку поставим и поедем вот почему-то я вот к такому мнению слагаюсь давайте вот просто вот запомним и мне кажется что так оно и будет теперь нам надо развернуться потому что напрямую на лево не выехать стола стой богадельни надо сейчас сюда нырнуть развернуться ну и дальше двинем в сторону самары а и Продолжение следует... 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 посмотрим сейчас эх самарок городок светится впереди а красота-то какая либо а сдалека симпатично все города так сдалека симпатично и все внутри симпатично раньше помню собора отличалась не знаю как сейчас будет еще лет не был хорошими дорогами внутри так он ведь народ отдыхает что суббота сегодня кстати да сегодня суббота двадцать восьмое ну не знаю говорят все ли какой-то день дальнобойщика чего за праздник честно сказать я поздно вчера первый раз 44 год на этом свете прожил больше 20 лет за рулем и первый раз услышал что есть такой праздник день автомобилиста до последнее воскресенье октября день водителя называется попроще день дальнобойщика если честно всех причастных с праздником хотя довольно странно что не дальнобойщики сегодня значит не праздно водители там водители идут водители короче ну ладно с праздником ни гвоздя ни жезла всем причастным ну и тем кто отмечает мы понятно отмечать не будем если так рассудить то это и такой профессии то дальнобойщик нет это просто сленг а так есть водитель международных рейсов водитель международных перевозов междугородник типа так чтобы такого как дальнобойщик официально такого нет ну ладно праздник есть ой елки-палки еще что упало то боже мой как же мне тебя жалко вот девчонку упало а вот этот новый мост какой-то через реку Самара это здесь раньше его не было но видно что он новый рыбачков на берегу правильно денечки хорошие надо кайф ловить вот она Самара городок здрасте тут вот получается промзона если так посмотреть да судя по кранам по всему промышленный райончик не абсолютно верно что сделали поехали по кругу по прямой через весь город ловить но это надо за головой не дружить чтобы ехать через такой город как Самара пускай даже сегодня суббота транспорта не так много но все равно через весь город да еще и в любом случае где-то под знаки залезешь так по идее если по точке смотреть то через 200 метров мы приехали на следующем повороте поверните направо затем приходите в конечный пункт на следующем повороте поверните направо вот Кирова 6 а мне надо Кирова 3А значит с этой стороны где-то ну явно что мне не сюда а может и туда хрен его знает может быть вот сюда куда-нибудь так тут есть науку или куда заехать чтобы нет тут я даже не проеду через этот боял еще надо где-то мне сейчас притормозиться и позвонить а вот снова алексеев водить по погрузке скажите я вот заехал но я наверное уже мимо проехал до лукоила где-то нужно было алексеев уже к вороту желтый цвет это мне в это ага 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 а а а а а а а а а все я понял и это мне туда именно надо да все все сейчас я развернусь приеду хорошо ну да проехал у меня точка как бы было но точка оказалась слегка неправильной сейчас мы едем развернемся ну много не проехал сказал что там ворота мужик говорит желтый цвет красть там туда где тут какие ворота мужик какой желтый цвет красит вы я пока не вижу ничего синие ворота мужик красит желтый цвет а вот кирова 3а это что ли вы видели вы видели тут кто-то кто-нибудь что-нибудь скрасил а вон 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 наверное да а тоже кирова 3 блин а чё ж я да я даже если честно я не заметил я же по точке еда вот кирова 3 проспект кирова 3 вот мне сюда я чалтон так здесь разворот грузовикам запрещен камера хорошо он сказал здесь надо под мостом развернуться на мост не заезжать под мостом развернуться и вернемся едусь вот туда смотрю в нее я же по сторонам не смотрю она мне говорит что мне дальше я и дальше еду не страшно сейчас мы здесь развернемся аккуратненько это будет не проблема вот же ждать есть смотри по сторонам вот не было написано кирова 1 вот наша кирова 3 даже написано складской комплекс кирова 3 0 ну я вот уже в воротах уперся да уперся в ворота сейчас не открою надеюсь все хорошо сейчас вот открывается уже одеваю портупею и тупею и тупею точно так же вот по навесили этого вот хрень и вот этой ну на лобовики и все и после этого ездим тупим раньше прекрасно без них ездили и все находили и все было хорошо а сейчас один в море заедет другой кирова 3 найти не может 30 сколько вот там лициклет логи сказал там все ездят по крышу водой залит еще что-нибудь вот наверно мой клиент здравствуйте вот сейчас вот этот литер д вы его объезжаете и еще раз направо а вот это полностью это все здание просто у вас пандус хорошо я сейчас самаре я это я гружусь в самаре сейчас загружаюсь и потом поеду у тебя заехал на загрузку мне не с автономка уже все с автономка уже все проехали я сейчас тут матрасами закинусь и и буду выезжать я наберу тогда да 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 хорошо ну как андрей сказал там до 2 литровых а я я я я понял хорошо все хорошо я наберу тогда по меду позвонили нас тут это мед я заказал там через за андрюху в башкирии себе возьму литровую баночку шефу возьму так 5 пандус это какой вот это что у нас еще и задняя загрузка будет ел вообще лучше не придумаешь короче мало нам металла решили вот мы забить матрасами всю машину посмотрим что из этого получится мероприятие как бы все нет что за коврик а еще наверно будет что-то в общем вот так вот нам накидали тут всяких разных еще наверно что-то закинут по итогу уже 20 минут пятого полную машину напихали все теперь уже не проверишь у ташку теперь будем надеяться только сами на себя как говорится но нормально договаривались мы не на полную машину это у вас места много давайте я вам еще думаю цена вопроса короче нормально в принципе неплохо да грузика хватанули по весу получается 22 тонны то есть тонну добавили всего полная машина этих матрасов тонна на нелегкие ну что 21 вести что 22 уже наверно разницы то никакой да время потеряли часа 3 до свидания ну соответственно и на выгрузке потеряем ну а что делать надо же как-то пытаться зарабатывать в этом мире если есть такая возможность звезды сошлись обычно с нагрузами там тут они сходятся то это тяжеловато взяться а то и что-то так вот получилось в принципе нормально сегодня суббота в понедельник у нас по планам этот курган сегодня ну куда мы там до уфы такой доедем еще сегодня за завтра нам надо до кургана побежать в леске тут что-то заблудился так здесь можно налево поворачивать или нет нет здесь нельзя разворачиваемся все и выходим как и заезжали по тому же мосту и все а возвращаемся на 5 поехали поеду туда же там же ты разворачиваться там же и развернусь не так сильно по эти торчат рельсы кровать здесь как-то но чересчур перекос получается сейчас я остановлюсь покажу вам открою ворота пока не еще там не рассыпались потому что дальше уже все они сейчас там улягутся свалятся на ворота на задние и все будет хана я не пойму а где я разворачивался и не здесь разворачивался и дальше здесь я с таким-то ножом я не хочу по такой зазор получать получится резиновку шарвать я вот так далеко не ехал сейчас здесь развернемся у вас поям как стать а и а я а а а а а а а а все поехали останавливаюсь покажу а в принципе чё там показывать открою ворота все равно не буду остановиться на пару минут короче ладно в принципе чё тут останавливаться пятком забитую машину не видел я щас через 170 километров на заправку буду заезжать и через 170 через 190 на рост нефти ну вот тогда при открою если не забуду хотя что-то в общем забита фору полностью матрасами на выгрузке покажу кому интересно потому что останавливаться время теряется и так его нету не то что нет выше нету но и так его потеряли надо сейчас не скажем что сильно наверсталась то надо сегодня хотя бы что-то еще проехать а с учетом что мы сегодня еще час потеряем уже время пол шестого а что-то еще проект так и до уфы не доедем сегодня сначала одно договорит потом другой тоже блин не обращайте внимание вот так красивая рыбная наверно в этих зал отзагда на лодочке лавой себе кружков наставил начну пока и садись где-нибудь плотку подтягивай на удочку и поглядывай кто там не знаю а а а а Субтитры подогнал «Симон»